Краткое содержание притчи «Легенда о Великом Инквизиторе» Автор Достоевский, Фёдор Михайлович Спаситель снова приходит на землю. В Севилье самое страшное время Инквизиции. Он появляется среди толпы, и народ узнаёт его. Лучи света и силы текут из его очей. Он простирает руки, благословляет, творит чудеса. Великий Инквизитор, девяностолетний старик, высокий и прямой, с иссохшим лицом и впалыми глазами, велит страже заключить его в тюрьму. Ночью он приходит к своему пленнику. Останавливается при входе и долго, минуту или две, всматривается в лицо его. Потом начинает говорить. Легенда, монолог Великого Инквизитора Христос остаётся безмолвным. Взволнованная, огненная и патетическая речь старика направлена против дела и учения богочеловека. Обвиняя его, он оправдывает себя, своё духовное предательство. Страшный и умный дух, дух самоуничтожения и небытия, искушал Христа в пустыне, и он отверг его. Инквизитор утверждает, что искуситель был прав. «Ты хочешь идти в мир, — говорил он Христу, — и идёшь с голыми руками, с каким-то обетом свободы, которого они в простоте своей и в прирождённом бесчинстве в своём не могут и осмыслить, которого боятся они и страшатся. Ибо ничего и никогда не было для человека и для человеческого общества невыносимые свободы. А видишь ли сии камни в этой ногой и раскалённой пустыне? Обрати их в хлебы, и за тобой побежит человечество, как стадо, благодарное и послушное. Спаситель отверг совет злого духа, ибо не пожелал хлебом купить послушание, не пожелал отнять у людей свободу. Инквизиторы пророчествуют. Во имя хлеба земного восстанет на Христа дух земли, и человечество пойдёт за ним. На месте храма воздвигнется Вавилонская башня, но, промучившись тысячу лет, люди вернутся к Римской церкви, исправившей дело Христа. Принесут ей свободу и скажут, «Лучше поработите нас, но накормите нас». Первое искушение в пустыне – пророческий образ человечества. Хлебы – символ безбожного социализма. Искушению страшного и умного духа подпадает не только современный социализм, но и римская церковь. Достоевский был уверен, что католичество рано или поздно соединится с социализмом и образует с ним единую Вавилонскую башню – царство Антихриста. Инквизитор оправдывает измену Христу тем же мотивом, каким Иван оправдывал своё богоборчество человеколюбием. Спаситель ошибся в людях. Он слишком высоко о них думал, слишком много от них требовал. Инквизитор говорит, «Люди малосильны, порочны, ничтожны и бунтовщики. Слабое, вечно порочное и вечно неблагодарное людское племя. Ты судил о людях слишком высоко, ибо, конечно, они невольники, хотя и созданы бунтовщиками. Клянусь, человек слабее и ниже создан, чем ты о нём думал. Он слаб и подал». Так, Христову учению о человеке противополагается учение Антихристова. Христос верил в образ Божий в человеке и преклонялся перед его свободой. Инквизитор считает свободу проклятием этих жалких и бессмысленных бунтовщиков и, чтобы осчастливить их, провозглашает рабство. «Говорю тебе, что нет у человека заботы мучительнее, как найти того, кому бы передать поскорее этот дар свободы, с которым это несчастное существо рождается». Лишь немногие избранные способны вместить завет Христа. Неужели он не подумал о миллионах и десятке тысяч миллионов слабых, которые не в силах предпочесть хлеб небесный хлебу земному? Во имя этой же свободы человека Христос отверг и два других искушения чудом земным и земным царством. Он не захотел поработить человека чудом и жаждал свободной веры, а не чудесной. Инквизитор принял все три предложения умного духа. «Мы исправили подвиг твой и основали его на чуде, тайне и авторитете. Мы взяли меч Кесаря, а взяв его, конечно, отвергли тебя и пошли за ним». Свобода приведет людей к взаимному истреблению и антропофагии. Наступит время, и слабосильные бунтовщики приползут к тем, кто даст им хлеб и свяжет их бесчинную свободу. Инквизиторы рисуют картинку детского счастья порабощенного человечества. Они будут расслабленно трепетать гнева нашего. Умы их арабеют. Глаза их станут слезоточивы, как у детей и женщин. «Да, мы заставим их работать, но в свободные от труда часы мы устроим им жизнь, как детскую игру с детскими песнями, хором и невинными плясками. О, мы разрешим им и грех, и все будут счастливы, все миллионы существ, кроме сотни тысяч управляющих ими. Тихо умрут они, тихо угаснут во имя твое, и за гробом обрящут лишь смерть». Инквизитор умолкает. Пленник безмолвлен. Старику хотелось бы, чтобы тот сказал ему что-нибудь, хотя бы и горькое, страшное. Но он вдруг молча приближается к старику и тихо целует его в его бескровные девяностолетние уста. Вот и весь ответ. Старик вздрагивает, что-то шевельнулось в концах губ его. Он идет к двери, отворяет ее и говорит ему «Ступай и не приходи более, не приходи вовсе, никогда, никогда!» и выпускает его на темный исток награда. Иван кончил. Алеша спрашивает о дальнейшей судьбе Инквизитора. «Поцелуй горит на его сердце», отвечает Иван. «Но старик остается в прежней идее». «И ты вместе с ним, и ты!» горестно воскрикнул Алеша. Иван рассмеялся. «Да, Иван с Инквизитором, страшным и умным духом, против Христа. Путь богоотступничества и богоборчества он должен пройти до конца». Читала Гвоздева Марина с сайта «Руществ.ком» Редактор субтитров А.Семкин» Редактор субтитров А.Семкин